Дайджест недвижимости Практика показывает, что эта норма соблюдается не всегда, что чревата несчастными случаями. УНФ приводит несколько примеров опасных недостроев. В котельниче с пятого этажа заброшенного объекта недавно упала 15-летняя девочка. В Кирове активисты обнаружили недострой рядом с жилыми домами в микрорайоне Европейские улочки. Вокруг здания нет забора, на втором этаже имеются балконы без ограждений. Объект представляет опасность прежде всего для детей и подростков. Активисты обещают подключить к работе по консервации таких объектов местные власти. Они могут либо обязать застройщика огородить территорию, либо, если здание возведено с нарушениями, снести его. Сообщить о недостроях можно по телефону 25 18 24. Дайджест недвижимости Федеральная сеть стройдепо прекращает работу в Кирове. Магазин отделочных материалов в торговом центре «Гринхаус» распродает остатки товаров, пишут бизнес-новости в Кирове. Руководство компании пока не комментирует информацию о закрытии, но от работников магазина порталу БН Киров удалось узнать, что они были предупреждены о прекращении сотрудничества. Рынок торговли строительными и отделочными материалами в Кирове достаточно насыщен, напоминает издание. Осенью прошлого года в городе открылся торговый центр французской компании «Леруа Мерлен». Ранее зайти в Киров намеревалась сеть из Татарстана «Мегастрой». Однако накануне в компании порталу БН Киров сообщили, что отказываются от этих планов. Дайджест недвижимости. Седьмой дом для детей-сирот в Кирове примет новоселов в декабре. Объект возводят в Коминтерне по адресу Павла Корчагина, 60Б. Всего в нем будет 117 квартир. На сегодня коробка здания полностью готова. Подрядчик приступил к прокладке наружных и внутренних коммуникаций, внешней отделке здания, а также благоустройству прилегающей территории. Однокомнатные квартиры с кухней и квартиры-студий площадью 26 квадратных метров будут сдаваться в чистовой отделке. У дома появится собственная подстанция. Место для нее уже подготовлено, сообщили в администрации города. На придомовой территории генподрядчик также оборудует стоянку для автомобилей, тротуары и детскую площадку. Ожидается, что первые жильцы отметят новоселье уже в этом году. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.